Осенью прошлого года фанаты кей-поп по всему миру были шокированы новостями о жестоком обращении к участникам группы Омега-Экс со стороны их агентства. Эта тревожная история в очередной раз показала, какой мрачной может быть обратная сторона шоу-бизнеса и что могут переживать кей-поп-артисты за закрытыми дверями. Всем привет, вы на канале Брауни, и сегодня мы поговорим о деле Омега-Экс, собрав все подробности воедино. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить своих топовых бустеров за поддержку моего канала, и я буду признательна, если вы решите к ним присоединиться. Обязательно подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить, а любая активность под роликом и просмотр с включенным VPN также помогут мне в развитии канала. Ссылки на бусте и телеграм-канал, как всегда, в описании под видео. Ну а мы поехали! Группа Омега-Экс дебютировала 30 июня 2021 года под крылом компании Spire Entertainment. Несмотря на совсем недавний дебют, участники Омега-Экс не являются новичками в кей-поп-индустрии. Хван Сону, основатель компании Spire Entertainment, решил создать группу из участников уже расформированных или неактивных кей-поп-групп, чтобы дать им возможность снова проявить себя на сцене. В состав группы вошли 11 парней. Бывший участник группы Spectrum – Чехан, участник группы Limitless – Хвичан, участник группы Snooper – Сибин, бывший участник группы Seven O'Clock – Хангьом, бывший участник группы Кидонде – Тэдон, два бывших участника группы One Team – Зен и Джейхён, Кевин, Чонхун и Хёк – бывшие участники группы E&OI и Е-Чан из группы One The Nine. Дебют в Омега-Экс был для этих ребят вторым, а возможно и последним шансом реализовать себя в качестве айдола. Но, к счастью, их старт был весьма успешным. Омега-Экс стали самой продаваемой мужской группой, дебютировавшей в 2021 году. В 2022 году группа снова попала в заголовки всех СМИ, но, к сожалению, уже по не самой радостной причине. Все началось летом прошлого года, когда участники группы, к удивлению своих фанатов, внезапно перестали обновлять свои соцсети. Хвичан пробовал провести трансляцию для поклонников, пытаясь запустить стрим 12 раз, но он прерывался буквально через 10 секунд после начала. В тот же день Хвичан опубликовал тревожное сообщение в фан-кафе, которое почти сразу же было удалено. В нем он просил фанатов поддерживать группу, чтобы не случилось в будущем, и обещал, что они смогут преодолеть любые трудности и всегда останутся на стороне своих поклонников. Вскоре после этого Омега-Экс отправились в свое первое мировое турне, в котором их преследовали проблемы. Тур был плохо организован, даты концертов отменялись по различным обстоятельствам, включая конфликты с местными промоутерами, а некоторые ребята не принимали участия в выступлениях из-за проблем со здоровьем. В последний день американского турне группы Хан Гем обратился к фанатам со сцены с довольно тревожным посланием. Вскоре после этого концерта в сети появилась информация, всколыхнувшая поклонников кей-попа, по всему миру. Одна из фанаток группы поделилась в Твиттере тревожной аудиозаписью, на которой некая женщина кричит на участников группы и унижает их. По словам девушки, она ждала свое такси, когда увидела, как женщина бьет участников группы. Она не знала, что делать и смогла лишь дрожащими руками записать это аудио. Поклонники группы и неравнодушные к ситуации фанаты кей-поп забили тревогу, распространяя хэштеги с просьбой защитить Омега-экс, а также начали всплывать и другие сообщения от очевидцев жестокого обращения с участниками группы. Оказалось, что первое сообщение о подобном появилось еще 4 октября. В нем девушка рассказывала о том, как та самая женщина кричала на парней в аэропорту в Чили, но тогда ее слова подвергли сомнению. 23 октября Spire Entertainment выпустили заявление, в котором попросили извинения за случившееся, а канал SBS выпустил эксклюзивное интервью с генеральным директором компании. Им оказалась Кан Сон Хи, та самая женщина, обвинявшаяся в издевательствах над группой. Как оказалось, позже она является супругой основателя компании, Хван Сон У, и, по всей видимости, в какой-то момент он передал ей управление компанией. В данном интервью Кан Сон Хи попыталась оправдать свои действия, заявив, что она никогда не относилась к участникам группы плохо, а тревожная аудиозапись была выложена антифанаткой, предвзято относившейся к руководству компании. Но кроме этого интервью, SBS также опубликовали видео со свидетельством жестокого обращения Кан Сон Хи по отношению к участникам группы. На этом видео можно услышать, как женщина ругает парней, в то время как лидер группы, Джи Хан, находится в предобморочном состоянии, после чего она начинает кричать на него еще сильнее. Позже на видео можно заметить, как она потянула его за воротник, повалив на пол, после чего Джи Хан заплакал. После этого в конфликт вмешалась охрана, а в отель, где проживала группа, из-за жалоб на громкий шум дважды выезжала полиция. Помимо самой Кан Сон Хи в плохом отношении к группе обвиняли также и работников стаффа компании. А чилийская кей-поп-журналистка Ребекка Медина рассказала о том, как сотрудники компании довели до слез переводчицу, работавшую с группой на концерте в Сантьяго. Бывший участник группы Spectrum Danku выступил в защиту своего коллеги, выразив свою злость по отношению к директрисе Кан Сон Хи. «Вы и есть антифанат. Как вы вообще посмели дотронуться до моего Донсена», – написал он в своей сториз. Другие коллеги и знакомые также встали на сторону парней. Например, лидер группы Snooper Те Ун, бывший участник группы One4U Laudi, а блогер Эдвард Авила, ранее работавший с Omega X, написал, что даже не представляет, какую травму ребятам нанесла работа с этой сумасшедшей женщиной. 25 октября участники Omega X и их менеджер вернулись в Корею. Им пришлось просить деньги у своих родственников, чтобы оплатить свои билеты. Как оказалось, сотрудники компании вернулись в Корею за планированным рейсом, в то время как бронирование на участников группы было отменено и им пришлось добираться домой самостоятельно. Компания заявила, что это было сделано из-за того, что тем же рейсом якобы летели поклонники группы. Все последующие мероприятия Omega X были отменены из-за скандала, после чего последовала неделя пугающего молчания. 6 ноября Omega X создали новые, независимые от руководства Spire Entertainment аккаунты в соцсетях, где выпустили свое официальное заявление, в котором они поблагодарили фанатов за поддержку, а также рассказали, что ранее под давлением компании они подписали документы о том, что они будут нести как гражданскую, так и уголовную ответственность за размещение сообщений в соцсетях без ведома агентства, в связи с чем им приходится быть максимально осторожными. Фанаты, опасаясь за безопасность участников группы, требовали, чтобы нынешнее руководство компании отправилось в отставку, и в конце концов Spire Entertainment объявили, что Кан Сон Хи покидает должность генерального директора по собственному желанию. Однако, JTBC заявили, что Кан Сон Хи просто перешла на другую должность, а сама компания набрала новых треней для дебюта следующей мужской группы. 16 ноября Omega X выступили на пресс-конференции, где выразили желание подать в суд на компанию с целью расторгнуть свои контракты, а также подать дополнительные иски против Кан Сон Хи по обвинению в нападении, запугивании, домогательствах и угрозах в сторону участников. Как оказалось, директриса заставляла парней репетировать, когда они болели известным вирусом. Заставляла их пить алкоголь, после чего домогалась их, прикасаясь к ним. А когда они отказывались, она начинала угрожать им, что наложит на себя руки или отменит выход их альбома. Джихан поделился, что им приходилось терпеть такое отношение, так как они боялись потерять свой последний шанс преуспеть в качестве артистов. Хван Сон У, основатель компании, знал о происходящем, но не предпринимал попыток повлиять на ситуацию. На фоне происходящего некоторые участники группы начали страдать от панических атак, тревожности и бессонницы, в связи с чем им понадобилось лечение. Также после произошедшего скандала, компания затребовала по 300-400 миллионов вон с каждого участника группы в качестве долга. Парни признались, что после их прибытия в Корею они так и не получили искренних извинений от компании. Вместо этого руководство подняло вопрос о том, чтобы поскорее отправить участников на службу в армию. Директриса Кан продолжала отклонять все обвинения в свой адрес, выставляя себя жертвой ситуации и заявляя, что она якобы заботилась о ребятах как родная мать. Юридические представители Омега-Экс также выразили намерение подать в суд на предыдущее агентство Тедона 2Y Entertainment, который, как я говорила в начале видео, до своего дебюта в Омега-Экс был участником группы Kidonde. Тедон рассказал, что в бывшей компании его оскорбляли и заставляли тренироваться по 15-17 часов в день без выходных, а также они не давали ему доступа к телефону, из-за чего его семья не могла связаться с ним, чтобы сообщить о кончине его дедушки. Компания не позволила Тедону присутствовать на поминках, а также Тедон подвергся физическому нападению от главы своей прошлой компании. Этот момент был записан на видео и опубликован SBS. 2 декабря стало известно, что Spire Entertainment заблокировали участникам Омега-Экс доступ к фан-кафе группы, сменив их пароли. 11 января 2023 года Омега-Экс одержали победу в суде против Spire Entertainment и их контракты с компанией были расторгнуты. Участники группы сообщили радостную новость своим фанатам и пообещали, что вернутся с лучшей музыкой и великолепными выступлениями. Несмотря на то, что группа все еще находится в поиске своего нового агентства, 11 февраля Омега-Экс в полном составе выступили на премии Хантео Music Awards. Это было их первое появление на публике после их победы в суде. Ребята выступили с каверами на песни Seventeen и Шинхва, а также исполнили свою ранее невыпущенную песню Dream, которая была написана Хангемом, а хореография к ней была поставлена Хангемом и Чонхуном. Фанаты были поражены тем, какое прекрасное выступление Омега-Экс подготовили без сторонней помощи, подготовив все самостоятельно, вплоть до костюмов и макияжа. К счастью, эта пугающая история благодаря огласке, поддержке фанатов и сплоченности участников группы закончилась хорошо, и я надеюсь, что Омега-Экс смогут найти себе новый достойный дом и продолжат свою карьеру в полном составе, несмотря на все пережитые трудности. Упорство этих парней на пути к мечте поражает, и они несомненно заслуживают лучшего агентства и лучшего отношения к себе. Это дело в очередной раз приоткрыло завесу в ту часть жизни айдолов, которая обычно скрыта от глаз поклонников. Никто не знает, сколько бы еще участники Омега-Экс терпели подобное отношение к себе, если бы то самое видео, снятое поклонницей, не было выложено в интернет, и никто не знает, сколько еще артистов прямо сейчас проходят через подобное. Но удачное разрешение этой ситуации показывает, что с подобными агентствами можно и нужно бороться, а суды с компанией и расторжение контрактов еще не означают, что группе пришел конец. Я продолжу следить за обновлениями Омега-Экс, а вас призываю поддержать ребят на их пути к мечте. Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. А я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока.